Прежде всего, хотелось бы извиниться перед стороной за такое поражение. Оно может хоть и не по игре, но лишний раз показывать, что на таком уровне. И сразу на ваш вопрос ответ. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, неправильно мы распоряжаемся. Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего, потому что нам все разжевали, нам все объяснили. Но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишься голы, я не говорю, что условно кто-то, мы, игроки, футболисты, то, конечно же, мы из-за этого проигрываем. Первый гол на ровный месяц. Все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные. Где на таком уровне не прощаются. У них полумомент, сумасшедший удар, гол. Только при 2-1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное. Но еще раз бы хотелось бы извиниться всем, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, сбились. Но на таком уровне хотели отыграться и получили 3-4. Но еще хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться. Помимо играть в футбол, так и так же болеть. Вы сказали про психологию, про давление. Сказалось ли, может быть, это давление трибуны, то, что не было у наших болельщиков? Нет, просто не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю. На протяжении. Как только хороший соперник, добротно. Если с бельгийцей видно уровень выше, то здание примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не сумасшедший гол, понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. Мы с ними справлялись. Говорю, на другом уровне забиваешь ты гол. 1-0 ты выиграешь, игра совсем переворачивается в другую. Вместо того, чтобы вести, мы 0-1. Такая вот. Мы любим себе приключения на жопу. Поэтому сегодня обкакались. Ну вот.